Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Особенно учащиеся в школе духовного и физического совершенства, в моей школе, я вам как раз рассказал про красивые слова о том, что вы можете не просто окружать себя аурой вот этих вот понятий, которые содержат слова, допустим, я красивый, я могучий, я богатый, я милосерден, ну и так далее, так далее, что вот это все начнет к вам прилипать, начнет вас менять. То есть самые мощные вообще-то методики, это тоже важно понимать, какие существуют, это оказывается методики работы с мыслью и со словом, мысль, слово, образ. А потом уже дальше, это на физическом теле, то есть все, там вы с помощью травм, физических упражнений и прочего. Но вот это вот меняет вашу, ну будем говорить, вашу базовую сущность, которая представляет собой информационно-энергетическую вашу основу. И с информационно-энергетической основой как раз надо и работать соответствующим образом мысли, образы, слова. Итак, красивые слова я вам рассказал, а сейчас мне хотелось бы привести вам пример подобной работы. То есть одно дело, кстати, одно дело, одно дело говорить, а другое дело, вот я вам сказал красивые слова, видите, у меня вот книжечку я взял и я начал работать в этом направлении, начал работать. Вот, смотрите, я уже тут исписал довольно-таки много. То есть важно, чтобы у вас слова и ваши мысли и ваши намерения не расходились с делом. Вот одно только ваше намерение, намерение уже подключает космические силы, которые готовы это все сделать. Потому что мы-то думаем, это мы делаем. Нет, по-большому еще нет. Мы привлекаем, привлекаем, потому что мы на самом деле мало что можем, но мы можем именно привлечь с помощью мотивации, мыслей, образов и слов соответствующие силы и начать их воплощать. Пацан сказал, пацан сделал. Кстати, вот я беру газету номер 2 за февраль 2011 года. Моя газета я когда-то выпускал. Думаю, может ее возобновить. Если там какая-то подписка будет, она будет чисто по подписке распространяться. Ну вот, я покажу. И знаете, вот я уже сделал так, уже в то время, такой, как бы сказать, девиз. Чтобы от болезни не страдать, Малахов ПРО надо читать. Вы подпишитесь на газету эту и в помощь вам бесценные советы. Ну ладно, давайте, давайте-ка мы с вами. Вот, кстати, интересная статья, в дополнение к тому видосику, который я сделал, что вот ЗОЖ не получается, а почему? Статья называется так. Хочу выздороветь, как это сделать? Или о духовном, психическом и физическом здоровье. То есть мы с вами в основном-то работаем на физическое здоровье, но с помощью, опять-таки, вот всех этих средств питания, гоним паразитов, которые это. Ну некоторые, конечно, паразиты бывают и на психическом уровне. Психический уровень – это работа с нашими чертами характера, это работа с нашими привычками, это работа с нашими эмоциями. А на духовном уровне, на духовном уровне, чтобы тоже понимать, что это такое, а это работа уже на уровне мировоззрения, на уровне побуждений. То есть это совершенно иные уровни духовные. Там соответствующие механизмы, с помощью и методов, с которыми работают психические, это свои собственные, а физические – это свое. И если мы с вами не понимаем, кстати, я тут как раз написал духовное здоровье, что такое психическое здоровье, даны примеры, то трудно что-либо делать. И вот здесь как раз я излагаю методику, это в газете номер 2 за 2011 год, здоровье, какое оно должно быть. Вот как раз работа с красивыми словами. А теперь как раз один из вариантов интересных примеров. И почему я сейчас еще заостряю ваше внимание на этой работе, только что начался лунный цикл. И достаточно поработать со словами хотя бы первые 3 дня лунного цикла, чтобы вы эту программу запустили, чтобы она начала работать у вас в лунном цикле, в течение лунного цикла. И под конец какие-то там результаты были. А потом новый лунный цикл начинается, вы еще, знаете, подпитываете это дело. Итак, давайте-ка мы с вами познакомимся, как можно работать. Внимание! Мое прекрасное здоровье. Я люблю себя, и поэтому мое здоровье действительно прекрасно и абсолютно. Во мне все здорово, все, тело, разум, дух. Я благодарна своему духу, что он смог воплотиться в теле здесь. На земле мое тело прекрасно изначально и всегда, ведь оно от духа творено великим и могучим духом и является его домом. Мое тело – это воплощение красоты, грации, стройности, упругости, эта женщина о себе пишет. И оно достойно восхищенного созерцания. Его линии и формы совершенны. Я – совершенна. Я вся с ног до головы излучаю светлую энергию здоровья и любви. Прикоснуться ко мне – значит получить исцеление. Взглянуть на меня – и мы на пути светлого восхождения. Я – это энергия чистых сияний, кружения и свечения. Во мне есть все прекрасное, что создано во Вселенной. Я – изливающийся сосуд любви, полная чаша добра, радости, счастья, мудрости и богатства. Я – целостное единение великих начал духа, разума и тела. И этот союз дает мне не только здоровье на всех планах и уровнях, но еще и чудесное настроение, уверенность, свою цель и стремление к ней, удовлетворение, наслаждение жизнью. Но вернемся к моему физическому телу, ведь для многих здоровье только в нем хранится. Мое тело пластично и быстро в движениях, статное и гибкое, сильное и упругое. Мои стройные ножки легко несут меня по жизни и резво доставляют куда надо. Руки ловко управляются с любой работой. Это для них одно удовольствие. Мои суставы подвижны, а кости крепки. Позвоночник гибкий и ровный, с положенными изгибами. Вся костная система – это моя опора, уверенность и сила. Мои мышцы эластичны и упруги. Сердце наполняет меня радостью любви. Печень дарит доброту, открытость, искренность. Почки дают мягкость, спокойствие, нежность. Легкие – добродетельность, храбрость, восприятие. Поджелудочная железа и селезенка – справедливость и сосредоточение. Кровь и лимфа разносятся по всему телу, чистоту и радость жизни. Мой желудок принимает здоровую пищу, и я решаю любые задачи и загадки жизни. Кишечник все прекрасно усваивает и производит полезные удобрения. И я также усваиваю и применяю хорошее, а если попадается плохое – преобразую в полезное. А вот мои маленькие солнышки, яичники и маточка, как хорошо быть женственной во всех проявлениях, очаровательной, обаятельной во всех отношениях. Жизненные силы во мне бьют вечным ключом, орошая все вокруг живительным огнем. Я созидаю и творю в порыве вдохновения, и мой родник чист и прекрасен всем на удивление. Я умею управлять своим телом, и поэтому весь мой родной организм работает весело и ладно. Вот, например, яичники будут внашивать зрелую яйцеклеточку только тогда, когда я захочу зачать новую жизнь моего ребеночка. Посмотрим дальше, что еще есть у меня замечательного. Вот кожа, нежная и бархатистая. От нее исходит нежный тонкий аромат. Это я цвету и благоухаю, как прекрасный цветок. Я оставлю на чуть-чуть описание всех моих достоинств, потому что вот сейчас, в эту минуту, от всего, что я написала о себе, у меня в груди разливается ликующее тепло. Меня охватывает восторг, и все клеточки и частички меня расцветают каким-то новым, вдохновенным цветом. Наконец-то! Как это прекрасно! Как это прекрасно! Продолжу про себя, любимую. Волосы мои, ласкаемые ветерком, густые, волнистые, щекочут плечи, спину и переливаются. Ясные очи излучают свет. Я могу обогреть и приласкать взглядом, если нужно заглянуть в прошлое и будущее, ибо я женщина, мудрая женщина. Именно в мудрой женщине сосредоточена вот эта вся таинственная сила. Ушки мои ясно слышать, и я могу видеть и слышать все, что захочу. А чувствовать так прекрасно, как по ноге ползет букашка, как плывут по небу облака, как зарождается любовь. Я много хочу почувствовать, и поэтому полностью уверена в надежности работы всех органов моего тела и благодарю, что оно такое замечательное и совершенное Божье творение. Божье творение. Это я. Ночью мое тело отдыхает, а я путешествую, куда мне надо. Летаю спокойно на серебряной ниточке, а утром проснувшись, все помню и могу рассказать о своих приключениях в тонких мирах. А еще и летаю прямо в физическом теле, могу переместиться в другую страну, на другие планеты, побывать в ядре Земли, погулять по морскому дну. Я везде, я все. Мне легко жить и интересно. Я понимаю язык птиц, зверей, насекомых, рыб, травы, деревьев, камней. Это все живое. Я же совершенное творение. Я человек. Человек, человек, сын и дочь Божья. Творение. Вы, может, удивитесь, но все, что здесь написано, прямо относится к моему здоровью, к здоровью человека. Я с удовольствием желаю вам такого же прекрасного здоровья и еще лучше, и еще больше. Вот такая вот работа с красивыми словами. То есть это целое сочинение, которым вы программируете себя на весь лунный цикл на здоровье, на оздоровление. Поэтому, дорогие мои, не ленитесь, а берите ручечку с красным стерженьком и не спеша выписывайте, каким вы хотите себя видеть юным, сильным, красивым, успешным, богатым во всех отношениях. И все это в ваших руках и в вашей голове. Так что вперед! Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!